привет друзья сегодня я покажу вам как сшить своими руками пенал свиток это видео уже выходило на английском языке я решила сделать его на русском и конечно проще купить готовый пенал но мне нужен был определенного размера пенал чтобы можно было поместить кисти с длинными ручками пенал я буду делать изо льна и внутри у меня будет однотонная ткань а снаружи вот такой вот узор и давайте приступим к работе итак приступим к работе я заранее выкроила уже детали сейчас я вам все подробно расскажу нам понадобится две детали 37 на 40 сантиметров две детали причем одна лен с принтом это будет внешняя часть пенала и внутренняя то есть просто обычный лен детали для карманов одна деталь у меня 40 на 21 и сложенная вдвое я не знаю на самом деле зачем я сложила вдвое но мне показалось что будет проще вот сложенная вдвое и вторая деталь карманчиков длиной 40 и шириной 11 сантиметров и тоже сложенная вдвое и еще одна деталь которая опционально вы ее можете делать можете нет это наш как крышечка сверху которая будет я просто вырезала прямоугольник вот этих размеров которые вы видите на экране и скруглила внизу вот эти вот места и все проще простого также нам понадобится дублерин у меня это дублерин на хлопковой основе белого цвета и дублерин нужен деталь по размеру самой большой детали вашего пенала дублировать мы будем самую большую деталь нашего пенала то есть я просто приложу к этой детали и проутюжу и дублерин приклеится вот так еще один момент что вот эту основную деталь вы можете сделать поменьше высотой если вы хотите хранить обычные кисти с коротенькими ручками то есть вы просто уменьшаете высоту этой детали вот я уже продублировала эту часть как видите и продолжаем дальше сейчас я просто отмеряю один сантиметр сверху от деталей для карманчиков и сделаю просто декоративную прямую строчку на самом деле эти детали можно было вырезать выкроить и в один слой но тогда бы вам пришлось загибать концы но я почему-то решила пойти легким путем и сделала двойные карманчики я думаю от этого пенал хуже не станет и я просто делаю вот такую вот декоративную строчку далее нужно осточать две этих детали нашей крышечки я складываю их лицом к друг другу и делаю шов отсюда и до сюда вот с этого угла по всему низу и до сюда и кстати когда вы будете делать этот пенал вы можете обойтись только швейной машиной и не обрабатывать срезы внутри потому что потому что этих срезов будет не видно и так сейчас я сделаю строчку и вот вы можете видеть эту строчку поближе теперь нам нужно эту деталь вывернуть и можно если мешают уголочки внутри просто их обрезать вот такой у нас получился теперь я делаю декоративную отделочную строчку прям вот вот прям по низу по лицевой стороне вот так вот получилось у меня потом для удобства я скалываю три детали это основная деталь и две детали кармашка по боковым срезом булавочками чтобы было удобней и буду сейчас размечать кармашки маленькие кармашки для кистей так когда мы скололи я буду размечать кармашки по два с половиной сантиметра два с половиной сантиметра и так я но не забудьте отступить от края примерно один сантиметр потому что здесь у нас будет шов когда мы будем соединять детали поэтому один сантиметр отступаем а дальше мы просто отмечаем два с половиной два с половиной два с половиной вот я делаю разметку маленьких карманчиков для кистей и потом я просто оставляю место примерно сантиметров десять для большого последнего карманчика куда вы можете сложить стирательную резинку клячку или какие-нибудь такие принадлежности ну не похожи на кисти я просто провожу мелом видите прямые линии где я разметила наши карманчики так разметка готова видите у меня последний карман он широкий и теперь что я делаю я просто по лицевой стороне буду делать строчку вот здесь 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 на всех трех деталей то есть вот как у меня есть сколоты но вот как я вам напомнила я отступила один сантиметр от края здесь мы будем соединять все детали и так вот у меня готово вот они наши карманчики для кистей и вот последний который у меня который оставила побольше сюда можно сложить и салфетки и клячку точилку в общем что-то помимо кистей и вот так выглядит наша заготовка работаем дальше так скорее всего наверное эту крышечку я пока уберу потому что мы будем соединять наши основные детали между собой да и так у нас готова внутренняя часть нашего пенала однотонного цвета и внешние нам нужно их сложить лицом к лицу потому что мы будем выворачивать так сложили и на этом же этапе нам необходимо не забыть про завязочки у меня это просто хлопковый шнурок один метр сложенный пополам я складываю концы и вот у меня отмечено ровно середина основной детали ровно середина прям маркером у меня отмечено и я складываю его вот таким образом во внутрь потому что деталь будет выворачиваться вот так главное здесь его случайно не пришить с другого краю вот так то есть я складываю его и теперь булавками нужно зафиксировать это все и мы будем делать строчку отсюда по всему периметру кроме верха нижний срез и и боковой срез вот так мы будем делать строчку я вам сейчас еще раз покажу отметку и сверху мы примерно на 1 сантиметр сделаем строчку то есть примерно вот так я сколола все детали булавками еще раз показываю как мы будем строчить соединять детали по боковым срезом и снизу вверх оставляем открытый вот я уже сделала строчку и смотрите вот мой шнурочек вот сверху примерно на 1 сантиметр я прострочила и теперь нужно вывернуть наш пенал выворачиваем пенал и если сложно вывернуть уголки их можно немножко обрезать внутри обрезать и теперь я проутюжу деталь вот так чтобы швы не топорщились вот я проутюжила все у нас осталась последняя деталь это наша крышечка но очень хорошо что на этом этапе я еще не прострочила вверх потому что я решила проверить как вообще смотрится пенал как он складывается и хорошо что я это сделала потому что дальше я внесла изменения в технологию пошива потому что я делаю это первый раз естественно какие-то косяки всплывают но что вышло в итоге смотрите не несмотря на то что мы продублировали деталь основную вот я складываю пенал и так как он высокий для кистей с длинными ручками он не держит форму то есть он плохо держит форму если кисти вынуть кисти и сложить попробовать пенал то он вообще не держит форму и он складывается пополам сейчас я вам покажу то есть мы достали кисти и все и пенал вообще не держит форму он просто складывается и это мне не очень нравится и что я придумала у меня дома по случайной вообще удачи оказался дублерин так называемый сорочечный это дублерин который используют для дублирования деталей мужских рубашек и манжетов он очень плотный он такой проклеенный и я решила поэкспериментировать я вырезала такую же деталь такого же размера как основная ну естественно мне пришлось немножко подогнать ее чтобы она была поменьше и я вкладываю ее вовнутрь я вкладываю вовнутрь если что-то где-то не вмещается можно обрезать и подогнать и хорошо вообще что я это проверила я просто вкладываю деталь вовнутрь и таким образом пенал будет держать форму если у вас где-то что-то не вмещается можно подрезать убрать и в общем поэкспериментировать если у вас есть какие-то идеи касательно других каких-то материалов которым можно придать форму пеналу вы пожалуйста делитесь в комментариях я с удовольствием почитаю послушаю и вот у меня сверху казалось немного лишнее поэтому я сейчас это обрежу подгоню и все будет отлично и на самом деле хорошо что мы не продублировали таким дублерином изначально пенал потому что я бы просто не смогла его вывернуть поэтому наверное это все-таки хорошо что на этапе когда мы сшили уже основные детали между собой мы просто лист этого дублерина вставили вовнутрь потому что если бы мы продублировали основную деталь нам бы просто не удалось вывернуть пенал и ничего страшного что эта деталь не приклеена к пеналу потому что мы будем делать отделочную строчку по всему периметру пенала поэтому все будет нормально и возвращаемся к нашей крышечки как я сказала это уже опционально вы можете делать или нет что сделала я я загнула 1 сантиметр с верхнего среза и просто фиксирую это булавочка я загнул один сантиметр от верхнего среза и с лицевой стороны и с внутренней стороны для удобства подогнутые срезы можно проутюжить далее на детали крышечки я отмеряю один сантиметр от нижнего среза провожу линию у меня маркер который исчезает со временем поэтому им можно прямо рисовать на ткани и далее я вкладываю эту крышечку между двух основных деталей и все три детали скалываю булавкой получается вот такой бутерброд и как вы видите на видео по какой-то вообще случайности непонятной я заутюжила этот срез который я отметила на крышечке один сантиметр этот делать не надо вы просто отмечаете один сантиметр и на один сантиметр вкладывайте между двух деталей и все три детали скалываете а заутюжить крышечку можно потом когда вы уже ее пристрочите я же сделала немножко немножко наоборот сейчас я тут немножко помучаюсь с этим заутюженным срезом вот но в принципе все у меня получается все я сколола все детали и теперь нам нужно сделать декоративную строчку вот здесь я тоже вкладываю аккуратненько вот так последний штрих теперь мы делаем и потом мы его так его заутюживаем но я ее уже заутюжила не делайте так как сделала я вот покажу вам поближе как выглядит этот бутерброд осталось совсем немного я вас уверяю это уже практически конец теперь нам нужно пришить эту деталь к нашему пеналу что мы делаем мы делаем строчку вот прямо по лицевой стороне по всей ширине пенала то есть прямо близко 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 к верху и здесь для удобства я решила все-таки сделать наметочную строчку потому что я не хочу чтобы у меня детали съехали и теперь вот я прострочу прямо по верху максимально близко к верху вот сделаю строчку и вот как это выглядит вблизи а теперь мы заутюживаем нашу крышечку то есть мы ее складываем вовнутрь и утюжим и когда вы приутюжили крышечку нам нужно сделать отделочную строчку по лицевой стороне по всему периметру пенала и таким образом мы даже пришьем к пеналу тот лист сорочечного дублерина который мы вставили вовнутрь поэтому переживать что он куда-то съедет вам вовсе не надо и вот моя отделочная строчка вы просто отступаете один сантиметр от края и одним махом делаете по всему периметру строчку вот такой вот пенал у меня вышел вот вы можете его видеть в действие с кистями вот он сворачивается он обматывается шнурком два раза и шнурок вот вы обмотали и заправили его вот еще раз можно посмотреть поближе как выглядит пенал и этот пенал я сшила на подарок и подарила я его художнику Лаиле Аметовой с ней кстати на канале есть интервью вы можете посмотреть если вам интересно и делитесь своим впечатлением мнением если у вас есть какие-то лайфхаки по шитью пеналов и еще что-нибудь или какие-то советы пишите я буду рада почитать спасибо что смотрели видео